Ну что, друзья, еще раз приветствуем вас. В эфире опять Вомбстер и Мэдисон, и мы смотрим за турниром Херодота, Геймпайлот, Эрт Эдишн и команда у нас теперь немножечко другие. Команда Пилигрим и команда Нойси Гейминг. Ну что ж, предыдущий матч меня лично порадовал. Все-таки, но он про команда, не каждый способ на то, чтобы действительно показать скилл. Не то, чтобы местами показать, а реально всю игру держать нас в напряжении. Ну тут это был, по-моему, даже первый раз. Потому что то бывает в одну калитку, то наконец-то нашлись достойные коллективы. Обычно он про уровни слишком разные, уровни команд бывают, потому что регистрация-то свободна. Регистрируйся кто хочет, кто играет в Доту, кто вообще не играет в Доту. Вот все-таки разные команды здесь у нас встречаются, и встречаются даже такие. Ну и посмотрим мы за этими коллективами в том числе. По крайней мере, баны сейчас уже что-то показывают, что ребята в тренде. Банят действительно тех героев, которыми пользуются. По крайней мере. Хотя вот, мне кажется, все, конечно, не перебанишь. Что-то уходит в сторонку и в сторонку, и впоследствии вот появляется в пике. Эмбер, Спирит, Кентавр, Энвокер и Ансет Апорейшн в бане. И как-то ферст пиком брать Вингу, ну это как-то прям, не знаю, ребята, вы чего? Ферст пиком Вингу, а? Да? Ладно. На первый раз прощаем. Тем временем у нас Second Pick от Noisy Gaming. Вингу как-то мы с Льёй ещё к ней как-то так придирались. Кстати, он сейчас подойдёт к нам в эфир, сейчас он буквально на минутку отошёл. Ну, всё-таки посмотрим, через что он будет раскачиваться. Стан или Террор, сейчас узнаем. Noisy Gaming Second Pick. В принципе, остаётся такой замечательный герой, как Батрайдер, который в прошлую игру, я бы сказал, сделал наполовину. Всё-таки одного Батрайдера было недостаточно, чтобы как-то фокусить аргет и выносить большее количество урона. Но если бы помимо Лайфсилера был кто-то ещё, ну, никого там не было. Дизраптор и Шадоу Шаман появляются в Noisy Gaming. В прошлый раз был Шадоу Шаман Дазл, теперь Дизраптор и Шадоу Шаман. Что, в принципе, тоже неплохая связка. Здесь же появляется, ну, посмотрим, что из неё смогут сделать Noisy Gaming. Ну и Пилигрим. Ребята, обратим внимание на тех героев, которые всё-таки, вроде как, поначалу Байнса, но их здесь всё-таки видим, что аппарат в фёрст-пиках. Тоже такое дело. Ну, Кентавр. Обычно его как-то всё-таки в стороне, он обычно в пик попадает. Как в прошлый раз был, так и во многих других. И, наконец-то, Бристлбэк. У меня такое ощущение, что команда Пилигрим тут явно прям-таки очень смотрит стримы Мэйдисона. Он не любит Вин Гуд, другой вопрос это. А вот Бристлбэка мы действительно, лично я уважаю всё-таки. И считаю, что этот такой хард-лейнер очень великолепный. Толстый, сильный и при этом очень надоедливый. Самое-то главное в том, что я видел на некоторых даже американских турнирах, нон-про в том числе, где, помню, Бристлбэк влетел и сделал трипл-килл. Такое тоже было, как и Клакверк, в принципе, и другие герои там тоже в подобное способное. Уж там-то вообще дикий трэш творится. Лучше никогда не смотрите американские нон-про турниры. По сравнению с нашими никогда не сравняться. Что по организации, что именно по уровню команд. Далее снова же у нас стадия банов. В ней мы видим Death Profit. Там же Шторма. Я вернулся. Окей. Ну, что ты скажешь про пик команды Пилигрим? Давай. Класс, класс. Венга. Брист. Мне тоже понравилось. Мне тоже нравится. Шейкера не хватает, я считаю. Я бы добавил, честно, к Венге я бы добавил. Блин, не нашел курьеру на чай. Вообще нет мелких денег в доме. Обидно. Как в глаза человека смотреть. Просто закрою и надеюсь, это будет страшный дед какой-нибудь. Который не будет смотреть на меня в надежде, что я дам ему денег. Ты опять там же заказывал? Не, я в Яки Толе сказал. Просто. Ну, мне понравилось, где мы заказывали. Нет, там клево, но я сейчас не пиво заказываю, мне просто нужно чем-то перекусить. Я со стороны ел. Вот. И просто немножечко еды захотелось, поэтому я выбрал, что быстро везу. Тут Яки Толе с 15 минут доставляется. Ну, что, Вой даже в бане оказался, как ни странно. Хотя, такой бан, знаете, хоть и Вой самый сильный вообще Кири в моем понятии. Ну, а прикинь, купол поставят и как даст тебе в нем. Не хотел бы. Пускай лучше Ривер, Грузет, а не Войт какой-нибудь. Я бы тоже не хотел, чтобы мне дал Войт. И в итоге, ну, у Нойзи Гейминг как-то поадекватнее. И Пики, и Бана выглядят. Ну, Бана, в принципе, адекватно выглядит у команды Пилигейм. Ну, посмотрим, как там. Бристельбэк. Но вот Шейкера не хватает. Ребят, почему никто не берет Шейкер? Может, вот кто-то наверняка смотрит сегодняшний день, трансляции. Может быть, дадите в следующий раз Царю на Харду Шейкера? Почему бы нет? Дараксированный Зи Гейминг. Хорошая связка Дезраптор Дараксир. Мне уже нравится. Но добавить что-то действительно нужно. Какой-нибудь прям такой еще Маспелл. Например, Гирокоптера я бы хотел в качестве Кири увидеть. Тоже коллдаун неплохо заезжает на средней стадии. Впоследствии, конечно, его не ощущает соперник. Особенно Брист, когда тут в пике. Кстати, звездный состав у команды Пилигрим. Но помимо того, что у них сама группа Пилигрим на Аватаре, у них у каждого еще практически звезды. Там Курт Кобейн. Кстати, уже не первый почему-то у многих на Аватаре Курт Кобейн. Путин. Дарья из сериала СМТВ. И вот, к сожалению, первую шлюху, я не помню, как зовут, которая на Лемон-3 изображена, как это актриса, по-моему. И СФ это. Решили через Черненького сыграть. Ну, СФ МИ такой, знаешь, по мне, спорный вариант. Если прогорит, то он будет... Нет, это бесспорный вариант. Как можно вообще сомневаться? Я бы взял Пуджа и пошел бы нагибать. Ну, иди, возьми и нагни. Я, увы, не... Только меня не завивайте игры. Где ты? Слушай, а что с зубами у Rust? Ты посмотри, прям у него какой-то клыком. Надо срочно идти удалять, это же небезопасно. Я как-то не обращал внимание, а вот теперь мне это глаз режет. Или я зачем-то сказал? Ну, самое клевое, это когда глючит волосы и пропадают там всякие лысые VR-ки, лысые лондроиды. Сайленсер. У Игоря Линк сегодня хвост от Курьера. Валюша, это уже интересный пик становится, потому что Сайленсер в мид, походу. Или куда тут, что, как? Ну, сегодня Игорь Линк на Сайленсере играл в трипле. Ладно, мы один раз на рандом нажали, у нас пять саппортов было. Там, типа, Вичдоктор, Даззл, Сент Кинг и еще два такого же типа. Причем чистые саппорты. И мы выиграли эту игру. Ну, причем, что-то со счетом каким-то жутким, типа, 36-2. Враги, которые взяли нормальный, абсолютно адекватный пик, противники вообще ничего не могли сделать, потому что у нас очень много всего было, что можно кинуть в них. Им там фармить надо было минимум полчаса. И мы просто... Самое трудное было, конечно, на хайграунд заходить, но получилось, потому что был растер. И вот Сайленсер. Интересно, конечно, такое. Ну, даже не знаю, чтобы прям Сайленсер мешал. Я понимаю, спейлера каким-то нужно каст сбить. Я один раз видел Сайленсера, который убил... У него там в конце статистика была что-то вроде 60 убийств, и это был очень жесткий Сайленсер. Хороший Сайленсер, который реально навалит. Помнишь, где Террор Блейд у нас был? Да. Помнишь, что он с нами делал Сайленсера? Ведь нельзя сказать. Он, кстати, там из Харды приперся. Ну, тут в Дарксир, естественно, Харду пойдет. Но в любом случае, Сайленсер такой герой, который, если грамотно играть, причем самое смешное, что если он хорошо по левелу идет, он и с руки начинает так раздавать, что, мало ли, покажется. И Нага Сирена. Либо вторым саппортом, либо это мейнкерри, либо это мид. А ССФ пойдет фармить. Это, мне кажется, наиболее оптимальный вариант бы был. Но это, кстати, классно, потому что Пилигрим не показывает, что заточен их пик. И я бы на их месте, знаешь, такой финтушами бы сделал. Сейчас с последним пиком взял бы саппорт, реально Нагу отправил на мид и СФ фармить. А если не на фармит, что тогда с ней будет? Ну, я так понимаю, Путин будет на фарме. Чувствуешь шутку? Путин на фарме. Ну да ладно. Мы, кстати, посмотрим, на ком будет играть как раз-таки Путин. Как вообще можно себе ник Попа Тарас взять? Блин, имя Тарас дебильное. Извините, Тарас, если вы смотрите. Вообще, как Тарас уживается с Путиным? Он же хохляцкое имя, по идее. Но, на самом деле, у команды вот в Noisy Gaming нет ни одного смешного ника. Следопыт, Noisy, Гром Нагон, King Fierce, Kill Fool. Кстати, неправильно написано. У тебя ник, чувак. У тебя еще одна Л должна быть на конце. И Hills. Ну, у тебя тоже одной Л не хватает, если ты имел в виду, что... Холмы. Да. Ну да. Вот Попа Тарас грамотно. Только с маленькой буквы. Это немного. Причем непонятно, где там должна быть большая, где маленькая. Dishamel, Dishamlin, Lys и Lemon Tree. Лимонное дерево. Какой-нибудь видел в жизни Лимонное дерево? Нет. Я тоже. Чувствуешь какую-то убогость у нас теперь? Да. Я тоже. И теперь мы смотрим на баны. Последний это Дума Антимаг. И Слардар появляется в пике у Noisy Gaming. И это как минимум круто. Ничего крутого. У их пики не вижу. Я люблю Слардара. Но то, что остальное, как там, знаешь, смотрится не слишком... Еще бан Антимага тоже нелепо на самом деле. Ну ладно, посмотрим. Но... А, ну да. Тут у них же четыре таких персонажа. В общем, в любом случае Антимагом сейчас никто не играет. Поэтому, я думаю, они зря беспокоились даже против такого пика. Но... Как это будет реализовано? Блин, классный пик в том плане, что на него интересно посмотреть будет. Реально. Прикинь, реально Силенсер, который наворачивает в этой игре будет. И мы будем мухахатываться над персонажами Пилигрима, у которых интеллекта останется ровно столько же, сколько у Андрея Ковалева, который однажды себе на целую неделю заказал телохранителям Винни Джонса. Опять же отсылка к Пилигримам, да? Нет, я просто говорю, Андрей Ковалев, это вот солист и олигарх, он себе на целую неделю заказал телохранителям Винни Джонса. Ну, это актер такой. Ну, кто знает, тот типа офигевает сейчас, такой, нифига себе, что, типа Винни Джонс приехал, да, приехал, ребята, инфа 100%. Ну, еще и Dragon Knight. Но это все-таки сирена саппорт, но вот кто на мид пойдет, а кто фармить. Мы узнаем. Путин в итоге на человекке, точнее, на кабане со спиной с мощной. Попа Тарас будет спартить на наге. Хотя, блин, Попа Тарас должен играть на Бристельбэйке с таким ником. Если ты понимаешь, опять-таки, о чем я. Следопыт будет на Сайленсере, Скиллфул на Слардаре, Кингфир на Растие и вот Лемон Три пока не может поражать на Драгон Кнайта, может быть, не хочется ему на нем играть. Но придется. Ну, как, в принципе, здесь Драгон Кнайт это такой вариант неплохой. у нас сегодняшний день затянется игровой. Скорее всего, мы будем глубокой ночью его заканчивать. Судя по всему, да. Да, но ничего, Мобстер один справится. Я уйду после этого матча. Как же ты так можешь кидать напарника? Ну ладно, напарник. Нет, я серьезно досижу до конца. Во всяком случае, постараюсь. У меня просто ближе к 12 план, в смысле планы, и я не хочу, чтобы они сломались, но постараюсь досидеть, раз уж пришел и все такое. Я понимаю, что я обязан это сделать, но, блин, обычные игры заканчивались ближе, раньше. Никто же не знал, что сегодня потные ребята, правильно будут? Я уже договорился, но просто, понимаешь, мне не каждый раз Ксюха уезжает на неделю, я телок позвал в конце концов, и как бы, если они увидят, что я комментирую Доту, то что мне обломится это вообще тогда? Правильно? Ничего. Не обязательно ничего, что туда обломится? Вот ты, комментатор Доты, тебе когда-нибудь телки давали? Как комментатору или как человеку? Ну, вообще, в принципе. Ну, естественно, как человеку, не как комментатору. Нет, ну, если бы они знали, да я вообще сомневаюсь, что это было. Зачем им знать? Я всегда говорю, что я работаю на телевидении. Тогда, может, и давай. Да, Darkseer с рецептом на Soul Ring бегает тут. В общем, пассивно команды расположились, вначале никто никуда не пошел, предыдущие две команды уже в смоках бы загангали все, я думаю. И смотрим, 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 про геймер, не знаю, а, он свою катку начал, не посмотрит на своего конкурента на ССФ, который там пропустил вперед Крепочка. Следопыт, мид, ну, Dragon Knight, это естественно, что он будет мид, впоследствии Darkseer, естественно, Харлайн и ССФ там оказывается в трипле. я думаю, что ССФ отобрали именно с расчетом под ССФ, так что классно, тут пилигрим надурили немного, но Dragon Knight, мне кажется, он может по башке настучать, от нас следопыт, неплохо так, посмотрим, как это будет, в итоге все. Мне кажется, ССФ пока показывает, мы посмотрим, там сейчас сразу так не определишь, но в любом случае ДК что-то придется делать, а у него такой монопул, что Брасфайер тебе 100 мана на то, чтобы сбить себя как раз таки урсуа в Сайлент, это такое дело. Ну, я думаю, что команда послабее, на самом деле, это видно по ласт хитам сразу уже, даже на первой минуте, ну, посмотрим, посмотрим. Ну, Слордар тут неплохо уже сейчас начинает, в принципе, еще Бристлбек-то не подходит вовсе, Путин боится. Боится Путин. Хотя так-то Путин вообще никому не боится. и папа от Тавра вообще не забрал ССФ из пяти. В прошлой команде Лайстиллера, наоборот, ни одного не пропустил. Я специально смотрю, просто, ну, тут сразу можно именно по умению ласт хитить, можно сразу понять класс команд. Из тех команд, в которых кэри игроки не умели ласт хитить, вышла, по-моему, только одна в следующий этап. Это из тех, что я видел, это вот помнишь, мы комментировали матч, там Russian Power, а, Урал Самурай, да, да, вот там, типа, чувак вообще по крипам не попадал, команда прошла дальше. Ну и у нас пауза. Это то, чего нам не хватало. Согласен со мной? Да, потому что паузы, во-первых, всегда было такое выражение, что паузы разрушает хиперспорт, во-вторых, мы закончим к часу. Ну, ладно. Хотелось бы, помнишь, как в тот день, когда мы закончили, там еще был один на ВО, мы там очень быстро закончили. Да? Да я закончил, на самом деле, намного раньше. У меня там одно тело осталось на самом деле на последние пару матчей. Ну, всякое бывает, чего уж, нажрался. Веди себя прилично, как продолжение фразы, но это не то, что я умею. Так, Сайленсер вылетел. Так, а я могу отжимать? Нет. Жаль. Я, по-моему, случайно, когда Джоин Дот комментировал, дико зарейджил во время паузы, начинал сжать и в 9 и забыл, что я нахожусь не на слоте комментатора, а на слоте судьи. И пауза отжалась. Смотри, а Сал это против Путина играет у нас такое противостояние. Ну, ладно. Не будем, да, сейчас. Тема слишком остров стала. Остров стала тема паузы в этой игре. Ладно, я, естественно, болею за пилигримов, тут даже вариантов нет, вы посмотрите. Единственное, ребят, на следующий матч, ну, на следующий вы, наверное, уже не успеете, но почитайте гайды, как правильно делать, обрезать эти самые флаги, чтобы не было так, что у вас Андрей Ковалев наполовину только помещается, это как-то обидно. Все-таки великий человек, музыкант и проход. Ну, флаг можно поинтереснее замудрить там. I believe I can fly. И нет у него вылетел, заходит. хотя бы заходит. I believe I can touch the sky. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. все, наконец-то зашел сало назад. Надеюсь, это маленькое недоразумение не повлияет на его игру и теперь он вернется к тому, что не добивает крипов на миде. Ну, смотри, крипа у него как-то. Да-да-да, но может сейчас успеет. Ну, там тычка такая, не очень простая, но зато, в принципе, если ты, например, хоть на единичку взял второй скилл свой, то у тебя наоборот одна из лучших тычек становится для первых левелов, ты вообще там крипов можешь не пропускать совершенно. Ему бы сейчас не помешало 12 крипов с лордара сейчас. Он вообще, видишь, он совсем не умеет, ну, не ластхитит, ну, просто вообще он в разнобой бьет, я не очень понимаю, зачем, постарался бы уж реально ластхит, да, с лордара нормально фармит. Даже странно, вот в одной команде иногда бывают люди, один нормально играет, а один вообще не умеет и кто-то это не сочетается. Если бы я, например, вот я не умею играть, если я набрал наоборот команду четырех людей, которые умеют играть, но если бы я умел играть и в моей команде кто-то не умел играть, я бы его сразу изгнал с позором. Зачем? Мучить себя. Зачем ты мучаешь других? Ну, так потому что я известный, мне сам Бог велел мучить людей. Я как папик, который, знаешь, там платит бабло и заказывает музыку. Чего мне париться-то вообще? Так, Екс, сеточка, станчик будет попозже, насилует Путина, конечно, жестоко и Путин умирает. Как это звучит, слушай, прям. Ты заранее готовил эту фразу, я знаю. Нет, заранее, я ничего не готовлю, никогда. Да, почему-то СФ лучше удается бить своих крипов, чем чужие. Ну, души фармить на своих крипов, он такой СФ, который не любит причинять боль другим. Связано с тем, что Дарксир против него вешает щиты. Но сейчас это уже, наверное, нормально будет добивать, там уже реально у него и души есть. Потом я бы на месте саппортов поставил бы немного СФчику. Лес, чтобы он туда забежал, если Койла кидать умеет, то вообще классно будет. ну давай, давай Сэлла. Нет, Сэлла даже в телегу не может запулить. 9 крипов у Сайленсера, 12 крипов у Драгонайт, как ты знаешь, помаленьку, вообще помаленьку. Я бы сказал, что оба чувака не очень, а в прошлой игре к этому моменту уже почти был, например, Мидас у одного эскерия, и там было около 40 крипов к этой минуте, если не 50. Но видно, что, короче, выйдут Гус Гейминг и Хаваю Гейминг. И если это не так, то если это не произойдет именно так, то давай, Мобстер, тогда я тебе найду какую-нибудь жируху в ВКонтакте, а ты ей в любви признаешься, я тебе текст сообщения напишу даже, и ты ей пошлешь. А я-то тут причем, если ты загадываешь, понимаешь? Ну так спорта, ты тоже мне можешь что-нибудь типа такое. Ну ладно, тогда ты, если, например, выйдет какая-то из этих двух команд, а не Гус Гейминг и не Хаваю Гейминг, то ты что-то такое сделаешь и придумай, что я сделаю. Окей, договорились. Ну ты думай быстрее, а то я могу передумать. Не-не-не-не, ну абсолютно то же самое, признаешься, в любви жирухи, да? Ну ты найди. Я найду ее, найду. Не, я просто, может быть, не жируху, не факт, что жируху, я, может быть, выберу кого-нибудь, знаешь, такого смешного, чтобы смешно было, чтобы ты там признавался у любви как-нибудь непонятной телки, например, у меня там были какие-то пара фанаток вообще отбитых, которые мне писали в свое время, я их в черный список занес, я сейчас найду. Они к тебе в Калугу будут приезжать, стоять по двери. Ну, ладно, что-то такое. Пускай. Просто жирух-то у меня и нету. А вот у меня есть как раз-таки. Так никто и не сомневался, ты как раз, он рассказывал, что ты, несмотря на то, что комментатор у тебя были женщины, я сразу понял, что это были за женщины. Ладно, немного мы отвлеклись, потому что команда вообще типа не начинает собираться играть, пока фармят. На тот момент, помнишь, на 13-й минуте игры уплачили 100 крипов у LifeSera? Да. Это я точно помню. Мы можем сравнить с этой игрой. Нет, тут сравнивать ничего не надо, тут понятно. Ну, Слардарт на самом деле старается. Слардарту неплохо, мне нравится даже, как он рассчитывает и бьет крипов, я прям смотрю за ним, глаз радуется. Мидеры на пару, ладно бы один из них типа, был плохо, второй норм, но мидеры на пару убили меньше крипов, чем, ну, я даже не знаю, как такое. Даже вместе взятые, чем Слардар. А, да, да, да. Это, знаешь, это хорошо, когда мидеры нашлись друг другу по уровню. Это же круто. Причем, ну, ладно, Силенсер, я могу понять, наверняка, он не часто его берет в мид, да, и такой герой, которого в миде не увидишь, у него тычка не самая приятная, опять-таки, если особенно второй там не качать, но Dragon Knight, по-моему, один из самых простых ласт хитов в игре. Недаром он в обучении, правда, по-моему, Снайпер именно в обучении по ласт хитам ты играл в обучении? Да. Ну, в общем, там вот начинается обучение, играть учат именно с Dragon Knight почему-то. Ну, видимо, такой герой не самый трудный. Ну, да, он вообще как-то, ну, вот посмотри, он бьет, причем, когда, ну, совсем видно, что ты не добьешь крипа. Сейчас-то он вообще просто стоит за Тауэром, банку обузит. Даже, кстати, удивительно, что игроки банки обузят. Разве это так сложно? Не, ну, это не сложно, но мне бы, если бы я убивал 20 крипов, я бы, типа, ну, у меня было недавно, когда меня пьяного дред позвало, я там 7 крипов, что ли, убил за всю игру на миде, но и в итоге Пупа Тинкер всех изнасиловал, но я что-то вообще не очень был в состоянии даже не то, что по крипам клацать. Мне поспать тогда не мешало. Даже не уверен, что я пьян был, а не что-то еще. И, да, воу, смотри, какой супер смоук, ганг из СФа, наги и всего остального, причем, даже не на линию в топе, а в мид. Пора забирать сайленсера всей команды. Этот момент настал, но, к сожалению, не знают они, как зайти, а сайленсер ушел просто. Знаешь, вообще ни с того ни с сего, его даже никто не предупредил, а там варда внизу, друзья, вард был, но там были под смоком. Не-не-не, он просто побежал за ДД, ему инфу про руну дали, он теперь назад идет. А эти сдвинулись вниз и опять не увидят сейчас сайленсера, потому что вообще другой дорогой побежал. Ладно, хоть на бот придут, может, кого-нибудь там убьют, все-таки счет 1-0 как-то для девятой минуты игры это вообще нефиганка от команды Пилигрим. А прикинь, команды, вот сейчас послушают меня и как мы хотим, типа, быстрее закончить, что у меня там планы были, и специально в следующую игру просто будут стоять и фармить всю жизнь оставшуюся. Так, убили быстренько Слардара, зачем пришел? Убили Путина в ответ, 2 кила и цветочку тут, ну, СФ тут с руки просто наказывает. Даблкил и убивает Сайленсер, обратно Климсану Левингу, ее также убили. Даблкил от Дарксира. Даблкил от Сайленсера. Офигеть. Я считаю, что СФ с Тайгером не должен идти драться просто на 6-ом левеле. Я не очень понял, что они хотели этим доказать. И вообще драка выглядела так, что, как, знаешь, такая мексиканская дуэль, две команды встали друг напротив друга, нажали на правой кнопке и смотрели, кто умрет, а кто нет. Умерла команда Пилигрим, но это и неудивительно. Там вообще дамага никакого нет. У команды вообще никакого. совершенно никакого дамага и, соответственно, так, Ле? Да. Ты тут, мне показалось, такой пропал внезапно. Ну, соответственно, Пилигримы и все в таверну отправились. Ну, это естественно. Ну, пока, ну, как-то, если бы там не умер Слордар, потому что он слишком глубоко залез, это было бы круто. СФ такой, ладно, что-то рано, я, видимо, с Блиндаггером СФ не нагибает, пойду еще своих крипов подинаю и опять стоит на топе динает крипов. Дарксир-то, кстати, из-за этого только шестого левела на десятой минуте. Хотя бы шестого, но с арканами уже, в принципе, что-то. Не стало ни на что намекать Дарксиру, но, в принципе, он же со своими скиллами может не только в харде, он еще может пробежаться там в миде немножко, ой, в лесу немножко подфармить там, и все такое. Ну, короче... Так, Путин, 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 Путин. Смотрю на Путина, вот он, да. Путин в Хексе, Путин и Глимсонули, Путин в сетке, сетка растянулась. Далее, ну, Путин-стан попал все-таки по нему с Лордар, и его здесь, скорее всего, убьют. И борду ему надавали. Правда, до последнего почему-то не хотел стилий Траст, я бы сразу по нему Назаршоком зарядил, если бы такая ситуация была. Не стал бы ждать, но вот так все равно... И все равно убил этот Дезраптор. Да, да. Так что, Кинг Фир в следующий раз не жалея скилл, и вообще, Варды бы на него залепил. И вся бы команда поняла, что кто тут хозяин вообще. На тот мы видим, как команда Пилигрима такой Тауэр, причем всей пачкой своей. И тут под смоком в ответ выходит Сайлансер, Дарксир, все остальные пошел. Что за Ласт Вор такой? Не знаю, Драгон Найт, в общем, на 11-й минуте ПТ и стики с батлом. Нормальный такой закуп, пострелял он по Тауэру, улетает обратно на МИТ. Кстати, неплохо, что у Дезраптор уже Мека на 12-м эти игры Тауэр забрали. Знаешь, что меня радует, то что остальные матчи будут короткими у этой группы. Ну, не уверен, там еще матчи Винеров, матч Лазеров. Ну, и оба матча будут нереально короткие. Ну, это такой вопрос. Любую из этих команд, команда How Are You Gaming развалит за 20 минут. Я, во всяком случае, ребята, если вы меня смотрите, пожалуйста, возьмите фаст пуш через Ликана, просто убейте за 20 минут всех. Ты воздействуешь на команду соперника, так нельзя. ничего страшного. Ничего страшного. Это нечестно. Все честно, что это не честно, я просто совет даю. Ну, возьмите реально фаст пуш и все, тут вообще нечего делать вам. Что касается команды ГУС, которая проиграла первый матч, она развалит любого из этих соперников, любого из соперников, который проиграет матч Винеров за 20 минут. Ребят, возьмите Ликана и фаст пуш. Нет, ну серьезно, тут как бы уровень просто неба и земля. Опять смолки, правда. Что-то сегодня мода на смолки. Мода, мода была в первом матче. И надо было посчитать, статист у нас есть. Был точнее, сейчас его нет уже. Лемур как-то пассивно себя вел и потом решил, а че я вообще пришел? Сегодня час сидеть, ну нафиг. И свалил, оставив нас одних. Не. Ну, я не очень понимаю, что делает команда ПГМ. Она просто перемещается в пятером и так получается, что, видимо, игру СФ так и закончит с Даггером. И в рейс бэндом. Может, еще один в рейс хотя бы купит. Не знаю. Но это идиотизм. При этом ПСФ каким-то образом еще 63 крипа имеет 62, что на один меньше, чем... Ну ладно, хотя бы пришли, решили Тавр забрать. Кстати, какого левела Нага? Нага еще Слипа не имеет и не заимеет. Тавр в миде, Тавр в боте, там в роботе падает, Тавр в миде также падает. Я считаю, что пора идти в размен тронами. Давайте, ребята, я верю. Давайте, кто быстрее? Ну, быстрее, мне кажется, если бы так начали бить, бить были бы, конечно же, ПГМ. А, нет, смотри, закупились ТП. Ну, а варды поставили, смотри. Я просто хотел сказать, естественно, не было ни одного ТП у команды ПГМ, но на самом деле они вот сейчас подошли и купили. Вот у команды Мека уже есть, у Disrupt Root. Это, кстати, неплохо. Да, но как раз-таки я ей сказал, что она появилась очень рано, и это действительно круто. Прости, пожалуйста, моб, стрелочный. Давай, тут уже неплохой стон. Ух, вот это, конечно, ну посмотри, мне прям хочется сказать, как все круто. 5, SF остался жив. И еще. Triple kill, Glims. Зачем, Glims, чтобы умереть, что ли? Ай, Disruptor, Disruptor, тебя 3 минуты била эта вышка, уходил бы ты. Да. Че-то. Зачем так SF-ы кормить? Ну, не знаю, они такие, блин, смотрите, ребят, SF, короче, Dagger купил, при этом у него ульты до сих пор нет, поэтому непонятно нахрен ему Dagger, вот теперь он ее вкачал. Ну и дальше он БКБ будет собирать. Ну и они такие, слушайте, ребят, ну как-то стыдно перед SF-ом, пусть он хотя бы это, хоть что-то сетах батит. 4-1-2 у него после этого замеса. Серьезно. Если бы так не сделали с самого начала, не получилось сделать Старик Шторм и все остальное команде Noize, то прицеп, что было бы? Драки, до драки вкусили бы Tower, но, блин, потом, по-моему, больше всего дамага в этой драке по игрокам команды Noize CG нанес именно Tower. Он сначала снял половину ХП Сайленсеру, а потом убил, считай, Дисраптора, там, тышку оставалось дать. Ну, в общем, такое какое-то все странное в действиях обеих команд, но и теперь ответный пуш. А тут уже ответный драк попахивает. Глобал стал, о, так, стан, есть, повесил амплифайку, сеточку, стан в скиллфула, скиллфула пытается отбежать, я тут прокинул у него нага, драка тут происходит далеко не в их пользу, Сайленсер делает, что может, но в итоге, когда поймут, что больше никого нет в округе, займутся им, что сейчас, в принципе, и происходит. Находит его в лесу, Ластвордом он, в принципе, задел Драгон Найт, у него остается там 200 хп, этот живет, Глимс, все остальное, конечно, разбрасываются скиллами как могут, убили трех человек, но в ответ также потеряли трех, и драки какие-то тут очень емкостные получаются такие, очень много киллов в них делается. Ну, Дарк Сирк зря, мне кажется, все-таки стяночку не качал, но она пригодилась уже сейчас. И второе, что хочу сказать, это то, что, блин, на самом деле, я бы на месте Пилигримов поформил до БКБ, СФ, прежде чем идти. Да и вообще, на месте обеих команд я бы что-то другое бы делал. Ты уже знаешь, что это как-то не до фарма. но на самом деле, согласись, вот прошлая игра, тоже драки, замесы и все такое, но прямо вот видно было, что хотят люди делать, да, и даже несмотря на то, что где-то, может быть, там, Никс что-то там затупевал, еще какие-то проблемы были, но вот прямо видно было, что это реально замесы, а тут как-то вот, ну, папчик, папчик, в общем, без обид, опять-таки, командам я просто стараюсь адекватно оценивать, и никого обидеть не хочу, ни в коем случае, просто вот ближе, пока побоят туры. Да не, есть такие некоторые, конечно, моменты. Не, ну это, это я скажу, не самая, не самая плохая игра, из всего, что я видел на этом турнире, то есть, это даже такая приличная игра, уровни вот как раз там, Урал Самураи, Russian. Так, врыв, как-то, как-то вообще не то получилось. Видал, видал, как СФ, все так медленно было, как замедленный повтор, и ворвался Слардар, такой, а где мой стан? И тут СФ такой, ууу, надо улетать, и успел, блин, Дайгер сделал. Ууу, надо дать стан. Да, а тут, а, стан, все таки, вот он, эта кнопка. Как же я запутался, ведь столько кнопок у Слардара. Ну и в общем, да. Или можно просто сказать, что у СФ божественная реакция, меньше, чем 2 секунды, тратит он. Поверь, знаешь, как классно смотреть на матчи, какой-нибудь там, где у пацанов пинг, ты смотришь, у них там пинг вообще, где-то под 300, наверное. И там вот эти матчи, действительно, вот как в замедленной съемке. Это окружает. Так, кстати, Шторм, Кенетик Филд, неплохо, получается всех еще стянуть туда, и это, конечно, хорошо, что СФ сначала развалился, он не развалит всех остальных, а вот остальным можно заняться, это довольно просто, тут уже летит Скиллфул, подстанил Вингу, сеточка от Наги, вряд ли что-то она исправит как-то ситуацию, так еще и Тавр заберут, а потом я бы и на ХГ пошел бы с вардами, по фасту, если уж завершить. Но нет, все так не будет, думаю, что Тавр хотел забрать. Стрелек уже, кстати, устала, и его пик действительно оправдан, оказался, ну, в этой игре, как бы, вообще еще не могут под глобалом сделать, пилигримы вообще не хотят фармить, хотят драться, постоянно прибегают и дерутся, дерутся, но они слабее, и, к сожалению, все ближе и ближе тот момент, когда, ну, тут еще, на самом деле, надо будет на ХГ как-то заходить, пик-то не очень, к этому предполагает у Нойзи Джи, поэтому мы еще посмотрим этот матч, минут 15, наверное, хотя, если пилигримы опять сейчас выбегут и решат убиться в пятером, то, может, и пораньше все это закончится. Затаились. Затаились, да, ну, а что они затаились-то? Посмотрю я графики, пожалуй, там семерка по опыту, и, ну, все выходят вперед, честно, выходят, и последние драки, это, конечно, дает им и деньги, и экспу, плюс того раз забрали. Если так парочку драк провести, они могут спокойно выиграть, впоследствии забрать Рошана, и нарушить статистику, где в большинстве случаев Рошана забирает команда Дайер, а тут могут забрать и команда Радиент, они же Нойз. Мне теперь дети начали бегать под окном, вместо Вороны, но зато они ее прогнали. Как там сервер, кстати, поармит? Я написал техподдержки, ребята там сейчас все запилят, а нам просто техподдержка там пипец какая-то убая, они нам, короче, сервак очень классно замутят. Надо ли говорить, что Нага, ой, господи, Винга давала бы плюс 36% бонусного урона СФу с руки, если бы Максил третий скил, а так она вообще ничего не дает. Она только восьмома левела, что так не хочешь? Нет, смотри, она бы давала этот урон даже под глобалом, или нет. Вот, кстати, не знаю, пассивки под глобалом работают? Должны. Вот этот стан вообще-то нахрен. Так, драгнайт, врыв на него, успел отстанеть, его там затянули в кинетик филд вакуумом и в принципе не дают ему казалось бы шансов выжить, но внезапно оказывается попа Тарас, который спасает его слипом. Наконец-то первый раз вот этот вот слип пригодился. Вот, ребята, если вы берете Вингу и Максите и стан, вот Тараса вам в попу на самом деле, можете заканчивать. И могут пойти здесь, кстати, сейчас еще один забрать Тауэр, есть ворды у Шадо Шамана, он их поставит, что их жалеть-то? Слипа-то не будет, соответственно, не будет какого-то врыва от Пилигрима, порвется как раз-таки офигительно Слардарыч, и это минус 3. Еще раз, можно помонять, но вы меняете 225 урона в одну цель на 36% бонусного урона вашему кэрре по всем целям и себе тоже. Вы, больной человек, просто идиот, заходит на хайграунд, хорошо, что Раста есть, он ворды поставил, правда, рано, но там файт был с другой стороны, но все равно страна будет падать потихоньку, единственное, что быстро рождается команда ПГМ, поэтому сейчас надо как-то по-шустренькому, но Слипа не будет еще долго. Да и тут вообще ничего не будет, слушай, там, а, да, 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 Стан, можно прям тут не отходя от кассы побить их, попытаться, по крайней мере, Стан от Винги, Кинетик Филд, Вакуум, вообще шикарно, и Дисраптор в порядке, в поле. Да, оба в порядке. Я, может быть, погорячился, сказав, что Noisy G отстойная команда, и что она точно проиграет, но мне все равно кажется, что будет все так, как я сказал, что гусы обыграют, ну, то есть, сначала их обыграют, сейчас, но в любом случае это не такая слабая команда, в другой группе она могла бы бороться за вых, но тут слишком два, вот, первых две команды, они реально слишком сильные, на мой взгляд. Минус одна сторона. Ну, а команде Пилигрим могу посоветовать только, ну, тренироваться, и перед следующей игрой они уже не успеют потренироваться, но пусть попробуют в следующей игре фармить, и не бегать, и не отдаваться, не знаю, дефить своего кэри, раз у них мидер не особо, вроде как кэри у них более-менее крипов добивает, поэтому два саппорта ему жестких каких-нибудь, пусть он там стоит, фармит всю игру. Это, пожалуй, единственный совет, который я могу дать этой команде, потеряли они уже стороны, на самом деле, никаких вообще шансов даже не имеют, из айтемов, которые им нужны, они не собрали вообще ничего. Да, если это мы посмотрим, мы увидим, что там пока от зачатки. БКБ, который начал варить SF 20 лет назад, он с тех пор убил 12 крипов, там БКБшкой даже не пахнет, 21 минут до сих пор. Другое дело, что не фармит команда Нойзи Джину, она как бы дерется. Она киляет, и поэтому и БКБ появляется у Слардара вот на 22 минуте, и все остальные айтемы в том числе, которые позволят им сейчас получить преимущество. Драгон Найт тоже очень хочет собрать БКБ, у него такая же ситуация, как и у SF 1 в 1. Ну, это на топ, как раз таки я прилагал им пойти, потому что там еще живые целых две вышки, они уже так спокойно могут на хайграунд зайти, поэтому они могут даже на халяву забрать целых два тавора, а потом уже варды поставить на третьем. Следопыт уже тоже БКБ купил, и вообще не знаю, что тут делать, уже ни сон не спасает, ничего. Только, блин, раз ты не ставь, пожалуйста, варды на этот тавор, я тебя умоляю. Ну, слава богу. Да, как-то дефить даже команде Пилигрим сейчас не нужно. Они хоть и попытаются, может быть, под слифом это сделать, но я думаю, что лучше не надо. Я понимаю, что ребята, скорее всего, ради меня пришли играть, и я действительно благодарю их, но, к сожалению, уровень команды Пилигрим не сильно лучше, чем уровень рок-группы Пилигрим. Но зато повеселили. Варда уже здесь стоит на хайграунде, как раз таки. Ну и ждем врыва под Сайленсом. Может, СФ, хотя пульс кастует, что он стоит, как истуканы. Не да... Да... Группа Пилигрим. Мне даже говорить нечего, просто нечего. Но он так, знаешь, он как на толчке такой... Нет, круто, круто. Я еще хотел поманять, что никто БКБ не успел поражать в нагу, увидев, и все во сне оказались, но после этого... После этого уже ничего не нужного абсолютно. Ну, конечно, ГГ писать тут не стоит, ребята. Конечно. Бейтесь до конца, раз уж так. Но все равно последнюю линию сейчас принесут, там и мега-крипы будут. Но группа Пилигрим есть, несомненно. Плюс они быстро рождаются. Еще убили курьера, там дополнительная голда. Антон. Так, я просто смотрю, я думаю, стан тут летит. Замеск, все в один таргет. Замес, я понимаю, но это даже не замес, это какая-то... ересь. Ну, пока замеса нет. Слип-то уже был, замес никак не организует Пилигрима. У них инициатора-то нет, кроме СФ, который раздуется... Вот и все, что с ним происходит, по сути дела. Даже с Иницировой ты толком не успел. Путин прибежал, все остальные пришли, а все уже без ствол. Путин, Путин, Путин. Путин тут не поднимет команду Пилигрим с колен, поэтому команда пишет ГГ, и мы поздравляем с победой команду... Поздравляем. Вот за 24 минуты мы начинаем догонять график, если бы на 14 минут раньше все это произошло, мы бы даже в него начали укладываться. Ну что ж, поздравляем, поздравляем команде ПГМ срочно, срочно, прямо сейчас, клосик какой-нибудь, с тренировочками. Ну или хотя бы разбор полетов, не знаю, хоть что-то, что поможет им сейчас в матче Лузеров, который состоится через матч. Сейчас у нас по графику матч Минеров, так что не пропустите. Сильнейшая команда этой группы примут участие прямо сейчас. Желаем, желаем удачи обеим командам.